Добрый день, Кристина. Во-первых, мы хотим поздравить вас с недавним назначением на эту должность и пожелать успехов в работе. Огромное спасибо, Висалий. Очень приятно быть у вас в гостях в передаче АТВ-Тек. Мы будем рады быть частыми гостями с тем, чтобы рассказывать вашим зрителям о том, как развиваете технологии в компании Visa. Очень надеемся, что отношения компании Visa с финансовым сектором Азербайджана станут теснее, и мы станем свидетелями запуска на нашем рынке массы инновационных продуктов. А пока давайте поговорим непосредственно о запуске Visa Token Service. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этой технологии. Спасибо, Висалий. Но не могу не отметить, что, безусловно, отношения компании Visa и платежного рынка Азербайджана на протяжении всех 20 с лишним лет присутствия компании на рынке развивались очень динамично и активно. А сейчас с усилением технологических трендов на рынке и связанных с этим усилением присутствия компании Visa на рынке Азербайджана, мы уверены, что это сотрудничество будет только развиваться и продолжаться. Ярким примером такого сотрудничества, конечно же, стало событие запуска технологии Visa Token Service, которое произошло вчера совместно с нашими партнерами, с банками, а также, безусловно, с представителями государственных регулятивных органов. Это Палата по надзору за финансовыми рынками и Центр экономических реформ при администрации президента и Центральный банк Азербайджана. Совместно, совместными усилиями мы смогли сделать значительный шаг в развитии платежных технологий в Азербайджане, потому что внедрение технологии VTS, на наш взгляд, открывает просто целый новый мир возможностей. Почему это так? Что представляет собой технология токенизации, которая позволяет нам так громко заявлять о ней? Эта технология решает несколько задач. Во-первых, и, наверное, это одно из самых основных преимуществ данной технологии, это обеспечение практически максимально возможной безопасности платежей, которые производятся посредством технологии. Суть состоит в том, что мы просто заменяем ту информацию, которая обычно используется при осуществлении платежа, в частности, номер карты. Мы все с вами его видели на наших платежных картах, там есть номер карты, который в паре с определенными еще информационными значениями, срок действия карты, пароль из трех цифр, который находится на обратной стороне карты, все это составляет так называемую чувствительную платежную информацию. Если эта информация, это достаточно сложно, но если она попадает в руки злоумышленников, теоретически могут быть возможны случаи мошенничества. Поэтому в рамках данной технологии мы заменяем всю эту чувствительную информацию на набор случайных цифр, практически можно сказать, так называемый цифровой токен. Конечно, я сейчас говорю несколько упрощенно, все это происходит по определенным техническим алгоритмам, но на поверхности то, что лежит, мы заменяем чувствительную информацию на информацию, которая не несет экономического смысла. Это 16-значный набор случайных цифр. В случае, если эти данные оказываются в руках злоумышленника, их использование в мошеннических целях невозможно. Сегодня на запуске мой коллега приводил пример, как машина без мотора. Где-то так. Если злоумышленник, если ему удается заполучить эти данные, он не может их использовать для кражи, хищения средств карточных счетов. И это главная задача, основная задача, которую привносит технология токенизации. И параллельно с этим технология позволяет делать транзакции еще более быстрыми. Это также важно. И третий момент, также очень важный, он концептуальный, я бы сказала. Эта технология позволяет нам открывать платежи с их новой точки, с новой формы, скажем так. То есть, например, приносить платежи в мобильный телефон. Таким образом, технология токенизации позволяет оцифровывать, если хотите, обычную пластиковую карту, подвязывать ее к номеру телефона, к телефону. И потом транзакция происходит при просто касании телефонного аппарата, который должен быть оснащен, конечно, технологией NFC, Near Field Communication. Прикосновение телефона к любому бесконтактному посттерминалу позволяет осуществлять транзакцию. И это, конечно, прорывной, огромный шаг вперед. С каким из банков у вас сегодня еще ведутся переговоры по поводу запуска Visa Token Service? Конечно, эта технология вызывает огромный и очень сильный интерес у представителей практически всех банков. И это не только в Азербайджане, и во всем регионе, и во всем мире. В частности, в Азербайджане мы сотрудничаем с большим количеством банков над продолжением внедрения технологии VTS и последующим запуском на рынок. Потому что, конечно, эта технология, как мы сейчас с вами обсудили, позволяет предложить банкам, предложить своим клиентам совершенно новый способ оплаты. Оплата мобильным телефоном. Конечно же, он бесконечно удобен, быстр и, я бы сказала, привлекателен, если хотите. Всем интересно попробовать такой новый интересный способ оплат. Поэтому банки очень хотят внедрить эту технологию. Мы активно работаем с банками над внедрением. И я уверена, вы скоро услышите новости от разных коллег из разных банков об успешных запусках. Какие преимущества от использования Visa Token Service получают банк и его клиенты? Так, как мы сейчас обсудили, конечно, это абсолютная, безусловная безопасность операции. Это то, что банки могут использовать, обещая своим клиентам полную сохранность средств на карточных счетах, вне зависимости от того, какой способ оплаты используется. Либо это карта с чипом, либо это телефон, оснащенный также необходимыми элементами безопасности данной технологии. То есть это безопасность в первую очередь. Во-вторых, это удобный, быстрый и, я бы сказала, технологически привлекательный способ осуществления платежа. И это очень удобно на самом деле, потому что представьте себе те ситуации, когда сейчас нам, в принципе, даже не приходит в голову использовать карту. Например, когда вы покупаете просто чашку кофе на ходу, и это действительно очень быстрая операция, вы это делаете буквально на ходу. И остановиться, достать кошелек из сумки, из кошелька достать карту, делать оплату, это слишком долго. И мы сейчас этого не делаем. Использование телефона для оплаты позволяет нам сделать это буквально на ходу, взять свой кофе и идти дальше. И кофе это лишь один из примеров, конечно, потому что вариантов использования таких скоростных оплат, где применяется мобильный телефон, бесконечное множество. И поэтому те преимущества, которые банки могут дать своим клиентам, используя эту технологию, они очевидны. Я, возможно, повторяюсь, но это действительно так. Это скорость, удобство и безопасность. Компания Visa также подписала меморандум о взаимопонимании по развитию цифровых платежей с Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана. Можно ли назвать это событие новым этапом развития цифровых платежей в стране? Я бы назвала этот этап следующим этапом, потому что, как мы уже отметили в начале нашего разговора, мы, компания Visa, мы действительно по праву гордимся тем уровнем доверительных партнерских взаимоотношений, которые сложились с представителями государственных регулирующих органов. И это однозначно позволяет нам совместными усилиями продвигать развитие экономики Азербайджана, увеличивать роль безналичных платежей. И подобные меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве подписаны между компанией Visa и Центром реформ при администрации президента, и Центральным банком. И сейчас мы очень рады были объявить рынку о том, что мы подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве также и с Палатой по надзору за финансовыми рынками. Поэтому это очередной следующий этап развития безналичных платежей. В Азербайджане мы уверены, что наличие меморандума, к которому разрабатывается дорожная карта, action plan, который позволяет нам совместно планировать определенные инициативы, выводить их на рынок, тем самым стимулируя развитие безналичных платежей. Этот этап есть, он заключен в меморандум. Мы вчера торжественно обменялись копиями меморандума, и теперь дело за малым. Теперь осталось превратить его в действие, потому что меньше всего мы хотим, чтобы этот меморандум был бумагой. Нет, это дорожная карта, по которой мы будем совместно двигаться и развивать платежные технологии в Азербайджане. Виза сама производит ряд инновационных продуктов, например, браслеты и кольца для бесконтактной оплаты. Вы сами, кажется, пользуетесь ими. Насколько это удобно и практично? Я позволю себе сделать небольшую поправку. Виза как компания не производит кольца или браслеты. Виза создает технологии, благодаря которым можно производить различные, мы это называем форм-фактор. Это та форма, которую может принимать, по сути, пластиковая карта. Потому что мы все с вами понимаем, как это работает. В банке есть открытый счет карточный, к которому привязана пластиковая карта. Но сегодня технологии развиваются таким образом, что кроме пластиковой карты возможно использовать такие, хотел сказать, необычные, но это будет неправдой, уже обычные другие средства платежа, такие как платежные кольца, часы, браслеты и так далее. Их производят поставщики этих устройств, но используют при этом технологию виза. Да, вы правы, я ношу такое кольцо, это платежное кольцо виза. Я его очень люблю, оно мне нравится просто с эстетической точки зрения, я бы сказала. Но оно еще при этом позволяет очень удобно оплачивать покупки. И вот вчера на мероприятии по запуску мы общались с коллегами из панелей, где сидели спикеры. И я спрашивала, создала небольшую фокус-группу и спрашивала коллег, чем им идеально было бы удобно платить. Мне не разделились. Половина коллег сказала телефонами, половина коллег сказала часами. Ну вот я в меньшинстве, наверное, но мне правда удобнее всего платить моим кольцом. Потому что, возможно, знаете, у мужчин телефоны в карманах, у меня он в сумке. И поэтому для меня достать телефон, это почти то же самое, что достать кошелек из сумки. Это длинные дополнительные секунды. Я с удовольствием плачу кольцом, это значит, я просто прикасаюсь к кольцом к терминалу и я делаю оплату. Мне удобнее всего так. Да, мне это очень нравится. Конечно, это дело личного выбора, но мне очень нравится. Кольца доступны как технология и они доступны, начиная с 2016, кажется, года, когда виза впервые представила платежное кольцо на Олимпиаде в Рио, Бразилии. Тогда все атлеты виза носили такие кольца и платили им. Это было первый раз, когда виза представила эту технологию в мире. Но сейчас, конечно, эта технология доступна и, в принципе, любой банк при желании может купить данные кольца. Это точно так же, как банк покупает запасы пластика, например, пластиковых карт. И предложить эти инструменты платежные, такие как кольца, своим клиентам. Это вопрос уже экономики. Запуск технологии VTS позволяет банкам создавать так называемые свои электронные кошельки. Мы называем это issuer wallet, банковский кошелек. Это значит, что банк создает свое приложение мобильное обычно, в которое встроена платежная функция. То есть в этот мобильный кошелек можно привязать карту и таким образом осуществлять платежи. Так как мы все с вами знаем, что из двух основных производителей операционных систем телефона в мире, мы знаем эти системы, это iOS и Android. Первая система является закрытой, к счастью или к несчастью. Так как это закрытая система, никто не может делать какие-либо изменения или вносить какие-либо технологические разработки в эту систему. Поэтому по определению она закрыта для доступа любых третьих сторон. В то время как Android является открытой операционной системой. Поэтому банки, конечно же, создавая свои кошельки, могут работать только с операционной системой Android. И таким образом при запуске токенизации, например, по этим естественным, может не естественным, но понятным причинам, оплата телефонами возможна только действительно телефонами, которые работают на операционной системе Android. Конечно, остается вопрос, что же делать бедным владельцам телефонов Apple. Вопрос сложный, каждый рынок решает его по-своему. Кстати, пример рынка Грузии, очень, на наш взгляд, прогрессивный. Технологию токенизации Грузия запустила около пяти лет назад, когда еще разговора ни об Apple Pay, ни о Google Pay даже близко не было в этом регионе. Но они создали свои банковские кошельки, приучив таким образом клиентов платить телефонами. Они и за счет этого создали такую высокую культуру платежей бесконтактными средствами оплаты, что сейчас Apple Pay рассматривал Грузию как рынок для себя перспективный. И, как вы знаете, на прошлой неделе мы также были очень рады и горды 3 сентября объявить о запуске Apple Pay в Грузии с виза. Поэтому в Азербайджане, на наш взгляд, запуск токенизации является первым главным шагом на пути к тому, чтобы этот рынок был потом открыт такими платежными гигантами, как Apple или Google, или G-Pay, и Apple Pay. Этот шаг, он нужен, он неизбежен. Без этого шага эти компании просто не рассматривают рынки, где нет VTS. То есть это по определению. Дальше предстоит серьезная, трудная работа банков, которые будут продвигать эти технологии, помогать клиентам учиться их использовать, и при этом, безусловно, компания Visa поддерживает всестороннюю поддержку банкам, нашим партнерам. Но мы уверены, что это все обязательно приведет к тому, что компании, такие гиганты, как Apple и Google, видя прогресс и видя развитие на рынке Азербайджана, сочтут для себя важным и целесообразным войти и на этот рынок. И тогда владельцы айфонов смогут также платить телефонами. До тех пор, конечно, есть, как мы называем, компенсационные решения. Они могут выглядеть смешно сейчас с точки зрения технологий, но они правда работают, и они успешно применялись во всех рынках до тех пор, пока туда не входил Apple Pay, например, использование так называемых бесконтактных стикеров. Это просто, представьте себе, такая же пластиковая карта, только маленького размера, и на нее нанесен липкий слой, и она просто приклеивается на айфон. Можно под чехол, чтобы не было видно, чтобы не портить эстетическую сторону. И тогда ты точно так же, точно так же с пользовательской точки зрения. Технология, безусловно, абсолютно другая. Но, в принципе, ты можешь точно так же платить айфоном, пока не придет Apple Pay. Существует ли какой-то план по запуску ваших новых продуктов на азербайджанском рынке? Например, Wallet Card, которая позволяет подключать несколько карт и, благодаря встроенному экрану, делает возможность держателю карты получать уведомления об операциях и специальных предложениях. Технологии, безусловно, развиваются, и каждый следующий уровень развития технологий возможно, делает предыдущие несколько, то, что по-английски называется, absolute. Технологии несколько теряют свой смысл и значение. Поэтому сейчас мы в компании считаем, что технологии, которые, возможно, раньше выглядели перспективными, то есть различного рода наработки на самом пластике, вот как, например, встроенный экран, на наш взгляд они сейчас теряют свое значение, потому что появляются гораздо более удобные и экономически более целесообразные способы решать те же задачи. Например, чтобы увидеть любое уведомление, любую информацию, ты можешь просто обратиться к мобильному приложению. Это стоит в разы дешевле, этим легче управлять, это гораздо легче внедрять. Поэтому встроенные экраны в карты мы сейчас не рассматриваем. Нам кажется, что этот этап уже пройден. Но, безусловно, мы планируем продолжать то, для чего мы есть на рынке Азербайджана. В первую очередь мы технологическая компания, и мы будем продолжать приносить технологии на этот рынок. А в частности мы упоминали и вчера во время запуска о том, что появляются все новые технологии, которые позволяют в частности решать экономическую сторону развития сети приема карт-коплате. Сегодня это решается посредством установки посттерминала. Банки покупают посттерминалы, устанавливают их в торговых точках, и мы с вами получаем возможность платить бесконтактно нашими замечательными телефонами, кольцами или часами. Но, к сожалению, не к сожалению, это fact of life, у посттерминалов, конечно, есть своя стоимость. Она обусловлена множеством факторов, и это не дешевая стоимость, скажем так. Поэтому возможность найти другие способы принимать карты-коплате, она, на мой взгляд, просто прорывная. И одной из таких прорывных возможностей стало появление технологии посттерминал как программное обеспечение. Давайте я так это назову. Post as a software. Это значит, что для того, чтобы иметь посттерминал, не обязательно покупать железную коробку больше. Мы можем просто скачать мобильное приложение в наш телефон. Опять же, конечно, это Android, к сожалению, это не Apple, но здесь как раз правильное совпадение. Сегмент, для которого предназначена эта технология, это возможность приема карт-коплате в предприятиях микро- и малого бизнеса, у индивидуальных предпринимателей. У той же точки кофе, которую я упоминала на днях, чтобы я могла там заплатить моим кольцом, владелец этой точки должен установить посттерминал. Это затратно. Поэтому гораздо проще будет ему и миллионам других микро- предприятий и малых предприятий, частных предпринимателей просто купить андроидный телефон. Причем самое простое, в принципе, единственное требование – это наличие технологии NFC. Это любая версия андроида, версии 4.4, если я не ошибаюсь, и выше. И имея такой телефон, торговая точка сможет просто скачать, ну не просто, пройдя процедуру необходимую в банке, представители торговой точки могут скачать приложение и начинать принимать карты бесконтактные, правда, конечно же, бесконтактные карты ко оплате практически в любой точке на этом посттерминале. И это удобно, это в разы удешевляет для банков и для предпринимателей весь процесс и позволит нам массово со временем, когда закончатся необходимые этапы сертификации данной технологии, это позволит нам совместно с банками массово подключать к приему карт ко оплате те торговые точки или тех типов коммерсантов или предпринимателей, о которых мы раньше, в принципе, даже не могли думать, потому что это было нецелесообразно экономически. Например, службы такси, например, доставка, любые виды доставки, курьеры. Опять же, вот я проходила вчера, у вас очень красиво цветы продавались, вот там я смогу заплатить кольцом, почему бы и нет. Этим летом появилась информация, что виза, наряду с другими глобальными финансовыми компаниями, собирается сделать инвестиции в новую криптовалюту Libra от социальной сети Facebook. Насколько перспективной вам кажется эта инвестиция? Я хотела бы отметить, что информация, которая прошла от компании Facebook о планах создания криптовалюты Libra, это действительно очень интересная информация, но здесь стоит учитывать, что конкретные планы по любой форме участия игроков, которые проявили заинтересованность, таких как наша компания, они еще не определены и не обозначены. Это процесс, который компания будет решать непосредственно с Facebook, когда у Facebook появятся конкретные планы, со сроками, с датами и так далее. Тогда наша компания будет решать, насколько нам интересно участвовать в подобном проекте. В целом могу отметить, что, конечно же, мы внимательно следим, нам положено, мы лидер рынка, конечно же, мы внимательно следим за тем, что происходит с платежным рынком во всем мире, следим за развитием криптовалют. Также у них своя специфика, я бы сказала, которая, наверное, на мой взгляд, как минимум на сегодняшний день не соответствует тем целям и задачам, которые ставят перед собой платежные системы. Наша цель и задача обеспечение обработки одномомента огромного количества платежей. Да, мы проводим миллиарды платежей постоянно, это огромная нагрузка на сеть. Сейчас ни одна цифровая валюта не может обеспечить такие обороты или такие объемы емкости процессинга и обработки транзакций. Это один из моментов чисто технический. В то же время мы понимаем, что цифровые валюты на сегодня также не соответствуют, наверное, по параметрам, не соответствуют требованиям по параметрам стабильности финансовой, устойчивости, массовости и так далее. Поэтому мы следим, нам интересно, мы также обращаем внимание не только на сам факт развития валют, криптовалют, но и на ту технологию, которая лежит в их основе. Это технология распределенного реестра, так называемая distributed ledger или технология блокчейн. Сама технология тоже очень интересна для применения. На ней можно не только криптовалюты строить, на ней можно действительно развивать интересные системы, в том числе помогающие развивать платежи. Так вот виза, не знаю, насколько это было слышно и в Азербайджане, но виза недавно объявила о запуске собственной системы платежей. Мы ее называем B2B Connect. Она предназначена для осуществления платежей между юридическими лицами, не для индивидуалов с физических лиц, для юридических лиц. И это платежи через границу, кроссботтер. Это называется B2B Connect, и это построено на технологии блокчейн, например. Это пример того, как виза использует различные технологии для построения различных видов и форм платежей. Потому что мы платежная компания, мы не карточная компания. В принципе, по сути, и мы идем к этому, нам не важно, каким форм-фактором будет осуществляться платеж. Будет ли это, опять же, карта-кольцо-часы или это будет платеж со счета на счет по технологии блокчейн. Это не так важно, как важно то, что мы продолжаем обеспечивать необходимую техническую платформу для прохождения этих платежей.